Добрый день! Сегодня в гостях у программы «Энергосреда» на канале «Нефтянка» Александр Клементьев, эксперт Всемирного фонда «Дикой природы». Здравствуйте! Не так давно Всемирный фонд выпустил доклад, посвященный перспективам жирного природного газа в качестве бункеровичного топлива. Александр, вы действительно видите какие-то перспективы применения СПГ на Северном морском пути? Совершенно верно! Это доклад абсолютно свежий фонда «Дикой природы» и для разработки его было два основания. Первое – это активная реализация проектов производства жирного природного газа на российском севере. Это всем известный проект «Ямал СПГ», в первую очередь которого будет запущено в этом году. И второй крупный проект – это «Арктик СПГ-2», два проекта, которые реализует компания «Новатэк». Также остающиеся планы по производству СПГ компании «Роснефть» с меньшего объема, но тем не менее… Фечерой СПГ? Фечерой СПГ, да, я об этом проекте как раз и говорю. Меньшее объемы, но тем не менее это очень близкая географическая зона и это также зона деятельности Северного морского пути. Но все эти проекты, как правило, были направлены на экспорт? Конечно, да, они на экспорт и, соответственно, я вот об этом чуть попозже скажу. В какую роль СПГ может играть в обеспечении топливом перевозок в Российской Арктике? Кстати, второе основание, вторая причина, почему эта работа была начата – это рост промышленного освоения и экономического развития в Российской Арктике. Причем эти проекты в основном связаны с нефтью и газом, но также присутствуют проекты, добычные проекты по добыче угля, по добыче полиметаллических руд. И эти проекты дают очень большой рост, ожидаемый рост грозопотока в районе Северного морского пути, что, безусловно, потребует и новых судов, потребует создание инфраструктуры для бункировки этих судов. Не говоря уже о том, что таким проектам по добыче твердых полезных скопаемых требуется энергия для организации добычи, требуется топливо для наземной техники. Все эти вещи, они, безусловно, будут сказываться на росте потребления топлив. Какие это топливо будут, с нашей точки зрения, мы пытались понять и оценить место СПГ в этих проектах. И те оценки, которые были проведены, они показывают, что объем использования СПГ для бункировки может составлять около 4-5 миллионов тонн СПГ. Это очень, даже по тем мощностям, которые мы знаем по СПГ-проектам, Печор СПГ, это фактически полностью СПГ может работать только на производстве СПГ для бункировки судов и для поставки газа в добычные проекты для энергообеспечения, для использования газа в качестве моторного топлива. Это очень много, на самом деле. И это достаточно важно для российской экономики, потому что в этом случае мы получаем достаточно хороший синергетический эффект, потому что все на слуху сейчас, какая ажиотаж вокруг рынка СПГ, это полная ценовая неопределенность на этом рынке, это постоянно появляющиеся новые производители, это перепроизводство. И все производители СПГ ищут свои новые ниши, ищут от этих маржинальных ниш, но их осталось очень мало. В Азии цены на газ, достаточно крупный регион по потреблению СПГ достаточно существенно снизились, и практически все исследовательские компании связывают рост потребления СПГ, в том числе и в сегменте судового топлива. На это накладывается также ужесточение требований по содержанию серы в судовых топливах, потому что оценки института Oxford Institute of Energy Study показывают, что к 30-му году фактически с нуля сегмент блокировки СПГ будет потреблять около 40 миллионов тонн. То есть это колоссальные объемы, это колоссальный рост, при том, что в данном сегменте газ будет конкурировать с нефтяными топливами, и там совершенно другие цены, нежели чем цены на СПГ, которые сейчас используются для энергетики. Александр, а кому пришло такое решение в голову? Как родилась эта идея использовать СПГ в качестве конкурировочного топлива? Это идея, если в истории как-то уйти, то есть эта идея достаточно, наверное, старая сама по себе. Другое дело, что активному внедрению препятствовала просто физическая ограниченность мест производства СПГ, отсутствие развитой инфраструктуры. Но в последнее время, если смотреть, и в России даже проводились работы по использованию газа в качестве бункерного топлива, и был опытный образец, который по Москве-реке, теплоход небольшой, который использовал газ в качестве именно бункерного топлива, он работал на газе. Но наиболее активное развитие по СПГ в качестве бункерного топлива произошло в Норвегии. Прежде всего, опять же, связанное с особенностями географического расположения, то, что это морская страна, это большое количество судов, это один из крупнейших производителей газа. Экологически чистые решения для фьюрзов. Безусловно, да, экологически чистые решения создают дополнительный стимул по внедрению СПГ, и зоны создания, зоны контроля за выбросами, зоны Балтийского моря и Северного моря, это послужило дополнительным стимулом рассмотреть СПГ в качестве замены нефтяным топливом. Эта замена показывает, что она технически реализуема. Потребуются, конечно, исследовательские работы, проектные работы, но накопленный опыт, имеющийся опыт, позволяет это сделать достаточно эффективно и в сжатые сроки. Раз. Второе, что развивается инфраструктура по бункеровке СПГ в мире вообще, по использованию СПГ, и, соответственно, интеграция с наземным использованием, с морским использованием СПГ. Это вторая составляющая. Ну и экология – это газ, наиболее чистое ископаемое топливо, которое существует на нашей планете. Расскажите о экологическом регулировании. Что способствует продвижению СПГ в качестве бункеровочного топлива? Как я уже сказал, прежде всего стимулом стало введение или утверждение, правильно сказать, утверждение зон контроля за выбросами. Это зона Балтийского и Северных морей в Европе. В Соединенных Штатах это фактически полностью все побережье Соединенных Штатов и Канады. То есть зона, где регулируется, причем там более жесткое регулирование, более широкое регулирование. То есть если сейчас европейская зона по контролям выбросов регулирует только выбросы по оксидам серы, то североамериканская зона регулирует еще дополнительные выбросы оксидов азота. Соответственно, подобные зоны, их количество увеличивается, появляются дополнительные зоны. Этим активно занимается Китай, это дельта основных рек, которые впадают в Желтое море. Они уже с 2019 года, есть решение по утверждению этих зон контроля за выбросами. И отдельное решение, касающееся использования нефтяных топлив вокруг Антарктиды. Там специально не выделяется зона контроля за выбросами южнее 60 градусов южной широты. Но, тем не менее, там уже сейчас запрещено не только использование сернистых топливов, но и даже перевозка битома и нефти. То есть это зона, связанная с ограничениями. Постепенно требования к нефтяным топливам уже встречаются. Конечно, основное, что регламентируется, это выбросы по сериям. То есть, если мы посмотрим существующие международные требования, они составляют 3,5% в топливах. При этом российские требования более жесткие. Существующие, если смотреться ранее к международные требования, российские требования к составу судовых топлив, российские требования – это 1,5%. То есть, разница достаточно ощутимая. Но с 2019-2020 года требования по содержанию серы во всем мире, неважно, где ты используешь это топливо, в зоне контроля за выбросами или за пределами этой зоны, они очень серьезно ужесточаются и до уровня 0,5% в содержании в серии. Существует исследование, что предпочтительным вариантом будет использование низкосернистых нефтяных топливов. Судовладельцы не так охотно переходят на внедрение скруберов, не так охотно инвестируют в создание нового флота, ходящего на СПГ. Как вы можете прокомментировать этот вопрос? Конечно, этот рынок является достаточно развитым. И способом достижения цели, а цель – это снижение экологического воздействия, их несколько. То, что вы назвали по использованию скруберов, это один из вариантов. Но он тоже сталкивается с определенными техническими ограничениями, потому что это очистка уже непосредственно отработавших газов после сжигания топлива. Она тоже требует оборудования, это оборудование является недешевым. Безусловно, использование нефтяных топлив – это традиционное топливо для этой отрасли. И удобно, хорошо развитая инфраструктура существует, но, тем не менее, тут уже будут работать ценовые факторы. Потому что постоянное углубление очистки топлива, чтобы они соответствовали требованиям, определенным к судовым топливам, – это тоже затратная достаточно составляющая. И в данном случае СПГ имеют очень хорошие шансы с точки зрения, что технология достаточно стандартизированная. И СПГ в качестве топлива, она будет, можно сказать, удовлетворять в течение десятилетий новым требованиям, которые будут предъявляться к судовым топливам. То есть на какой-то промежуток времени конкуренция, безусловно, она будет. Если смотреть в долгосрочном каком-то горизонте 20-30 лет, то СПГ, безусловно, найдет свою нишу, как минимум в тех районах, где оно будет производиться. То есть, как я уже сказал, что зона контроля выбросов североамериканская, активное развитие СПГ-производств в Соединенных Штатах. Этот СПГ, он будет ходить не только на внешние рынки, он, безусловно, будет потребляться для обеспечения внутренних перевозок по Соединенным Штатам или по Карибскому морю. Аналогичная, очень похожая история, она вот в нашей Арктике возникает, только в отличие, допустим, от Европы, где СПГ используется на маршрутах, таких челночных маршрутах. Они фиксированы, они постоянные, как правило, суда не уходят с этих маршрутов. То есть они прогнозируемые, регулярные грузоперевозки. Российская Арктика в этом случае очень похожа, только там будут перевозиться не люди и машины на паромах, а будут перевозиться нефть, газ, руды. Это тоже челночные перевозки, они совершенно хорошо прогнозируются, планируются, считаются. Вопрос в создании инфраструктуры. Но, как я уже сказал, для нефтяных топливов в Арктической Арктике, для такого грузопотока, который ожидается, а это почти 100 миллионов тонн к 30-му году, инфраструктура не существует, ее нужно создавать. Также эту инфраструктуру нужно создавать для СПГ. Здесь позиции достаточно равные, и СПГ имеет все шансы для того, чтобы вот эту нишу занять и обеспечить не только экологическую вставляющую в развитие региона, но и обеспечить конкурентную способность тех проектов, которые реализуются сейчас. — Скажите, есть ли какие-то инвестиционные оценки? Сколько потребуется вложить средств для того, чтобы создать эту инфраструктуру для обмункировки? — Непосредственно в исследовании, которое мы проводили, предполагалось, что отсутствие инфраструктуры для нефтяных топливов компенсирует отсутствие инфраструктуры для производства СПГ. Поэтому речь касалась исключительно о оценке экологического влияния, если сценарий будет использования нефтяных топливов, и сценарий будет использования нежиженно-природного газа. Это первый показатель, по которому проводилась оценка. И второй показатель — это была предпринята определенная попытка, ну, первый шаг, первое приближение — посмотреть экономику. Экономику использования нежиженного природного газа для судовладельцев. То есть, кто суда, насколько это будет выгодно и будет ли это окупаемо. Вот два момента, которые не проводились. При этом за скобками осталось, было только единственное упоминание, связанное с последствиями разлива. То есть, мы когда про экологию говорили о выбросах, для Арктики очень важным является, наверное, критичным является второе составляющее — это разливы. Разливы нефтепродуктов в условиях ледовой обстановки, полярной ночи, ну, в мире ни у кого не существует технологии ликвидации этих разливов. Есть какие-то оценки зарубежных исследователей о том, что вся ликвидация только разлива 100 тонн мазута в арктических условиях, она стоит столько, сколько экономия использования мазута в течение всего арктического флота в течение 3-5 лет. То есть, ну, 100 тонн разлива, и вся экономика, всей индустрии по перевозкам, она получается, что сводится к нулю. Ну, вот если вернуться к экономике, то было даже проведено определенное моделирование по использованию сухогруза типа Мончегорск, это норильского никеля, потому что это вот челночный маршрут, очень классический пример, от Дудинки до Норильска, судно высокого ледового класса, то есть он вряд ли потом уйдет с этого маршрута куда-либо, ну, бессмысленно его использовать в теплых морях где-то в отсутствии ледовой обстановки. И оценивалось две составляющие. Хватит ли, вот один из достатков СПГ является то, что у него, его плотность меньше, чем у нефтяного топлива, и это приводит к тому, что при прочих равных требуется большее количество, большее объем топливной системы для того, чтобы перевозить топливо для покрытия одного и того же расстояния. Вот мы сделали предположение, что если в габаритах, то есть той топливной системы, которая сейчас имеется, то есть без ухудшения объемных характеристик судна, использовать СПГ, то хватит ли этого газа для следования по маршруту. Вот в летнем получилось следующее, что в летнем варианте, осенний вариант больше, когда отсутствует сложная ледовая обстановка, этого топлива в габаритах топливной системы нефтяной хватает для того, чтобы совершить полный маршрут от Дудинки до Мурманска и вернуться обратно в Дудинку. В зимних условиях, когда скорость продвижения судна существенно снижается, этого топлива хватает для того, чтобы покрыть маршрут полностью от Норильска до Мурманска. То есть там какой-то запас остается в каждом случае. Но это показывает о том, что в маршрутах Российской Арктики топливо СПГ может обеспечивать надежность и безопасность грузоперевозок. По экономии там получается еще более эффективнее, потому что только за счет разницы в стоимости топлив, вот в зимнем варианте экономия поставляет около 14 миллионов за один рейс, рублей за один рейс. Соответственно, для каждого из проектов развития было оценено количество судов и их датвейт, которые необходимы для обеспечения грузоперевозок. И был расчет, сколько будет стоить судна на нитинном топливе, сколько судна будет стоить на жиженом природном газе. Это можно было сделать, потому что в мире уже существуют фактически все типы судов, которые используют СПГ. И земснаряды, и сухогрузы, и вот сейчас даже Совкомфлот с 2018 года получит два танкера для перевозки нефти, который будет работать полностью на жиженом природном газе. То есть есть примеры, есть истории, на которые можно посмотреть и опереться. Ну и большое количество различных экспертных оценок, которые проводились для того, чтобы понять, в том числе в условиях Канады, для того, чтобы понять, насколько дороже пока в настоящий момент времени будет стоить судна на СПГ. Потому что это более сложная топливная система для хранения. И, конечно, это не серийные пока, не стандартные, можно сказать, двигатели, которые могут полностью использоваться СПГ. То есть в среднем получилось, что срок окупаемости по разным проектам от 2,5 до 5-6 лет. То есть СПГ является и обеспечивает надежные грузоперевозки в Российской Арктике, и является экономически привлекательным для судовладельцев. Первый российский «Афромакс» зеленый будет создан на южнокорейской верфи. Есть ли какие-то мощности в России по созданию такого флота? Наверное, такого объема вряд ли, наверное, мое личное мнение. Вряд ли стоит ожидать, что подобный заказ такого класса может появиться в России в ближайшее время. Я знаю, что для проекта «Печора СПГ», когда «Роснеть» входила в этот проект несколько лет назад, там упоминалось, что танкера будут изготавливаться на Дальнем Востоке, на «Звезде». Да, именно что для этого проекта, он полный танкера, газовозы, они будут с объемом 180 тысяч кубических метров, они будут изготавливаться там. Но такого большого объема других историй, где можно изготовить судно в России, и, честно говоря, я не знаю. Небольшие суда небольшого водоизмещения, да, это, скорее всего, в России их могут изготавливать, в том числе рыболовецкий флот, потому что, если мы посмотрим структуру флота в России, ну и вообще не только в районе Арктики, это флот, достаточно возрастной флот, то есть это вопрос по, безусловно, будет вопрос по обновлению флота, он встанет, и это тоже положительный шанс там и основание для использования СПГ. И это касается не только, допустим, может быть, Арктической зоны, потому что вот мы знаем о проектах в Балтике, которые ориентированы именно на бункеровку судов, там, как Высоцкий проект. Летом Газпром заявил, в лице представителя правления, заявил о реабилитации проекта Владивосток СПГ, но уже в другом формате, с другой рыночной стратегией, с другими, конечно же, объемами, да, это Владивосток СПГ тоже для бункеровки. Они надеются сотрудничать с Китаем? Ну, не только, это Китай, Япония, Корея, потому что, если вот я пример приводил по зоне запрета перевозки использования нефтяных топлив в Антарктической зоне, похожие вещи на национальном уровне используются в Южной Корее, то есть у них нет действий по созданию международных зон контроля за выбросами, но внутренние ограничения в отдельных портах, они демонстрируются. Желание ввести на уровне национальных решений и использовать там жиженоприродный газ. Ну и, опять же, бункеровка — это бункеровка жиженоприродного газа. Если будут какие-то излишки, ты всегда сможешь их поставить на хорошо развитые рынки, то есть тоже Южная Корея, Япония, в этом разрезе Владивосток очень хороший потенциал имеет и устойчивый, что если будет какое-то отставание, оно, безусловно, будет рассинхронизация, развитие мощностей по производству и судов, которые могут использовать СПД в качестве бункеровки, в этом случае это ничего страшного не произойдет, просто уйдет на традиционные рынки. Для Арктики, да, то есть две составляющие — это переоборудование флота, старого флота, потому что когда ты получаешь новое судно с новым двигателем, с новой топливной системой, условно, никто не будет заниматься, только в исключительных случаях, будет заниматься переводом топлива на другую, переводом топливной системы на другой вид топлива. А если у тебя судно уже старое, тем более подходят сроки, связанные с капитальным ремонтом, то да, это хороший шанс, хороший вариант поиспользованию природного газа и перейти на другое топливо или перейти на другое топливо. И вторая составляющая — это обновление флота, потому что это касается не только коммерческого флота, связанного с перевозками или рыболовецкий флот. Арктика — это с тем грузопотоком, это, безусловно, потребует дополнительных судов обеспечения, причем это будут, скорее всего, государственные суда обеспечения, связанные с спасательными суда, это будет научно-исследовательский флот, который тоже совсем не новый в этой зоне. И если Россия заявляет свои претензии на то, что лидерство в исследовании и развитии Арктики будет за нашей стороной в течение длительного времени, или даже лучше навсегда, то, безусловно, что обновление потребуется, и это тоже хороший шанс для того, чтобы использовать новые виды топлива. — А есть ли у вас какие-то количественные оценки? Сколько потребуется СПГ, в какой перспективе, какое количество флота может быть преоборудовано до 2030, скажем, год? — Общее количество судов, которые действуют сейчас и приписаны к портам в Российской Арктике, это 439 судов. Туда дополнительно, конечно, в Арктике работают другие суда, которые приписаны к другим портам, в основном очень большое количество Санкт-Петербурга, и Санкт-Петербурга для, особенно, новых проектов по перевозке нефти. Но вот эти 439 судов — это тот основной массив, основное количество, которое сейчас работает в Арктике. Новые проекты потребуют ввода, если смотреть, ввода порядка 60 дополнительных судов, которые будут обеспечивать грузоперевозке готовой продукции. То есть здесь пока мы не рассматривали и не углублялись в каждый проект, сколько потребуется оборудования для того, чтобы привезти и реализовать этот проект. Потому что тот грузопоток и рост грузопотока по Арктике, по Северноморскому пути, который произошел в последние 3 года, он, конечно, связан с проектами Ямал-СПГ, когда куда-то привозятся строительные материалы, оборудование везется. И вот в прошлом году был рекорд по перевозкам — 7,2 миллиона на тонн. Но я говорил о том, что в 30-м году этот грузопоток может составлять 100 миллионов тонн. То есть это рост больше, чем на порядок по объему. И то количество вызовов, связанных с воздействием на окружающую среду, порядки всегда очень сложно предсказуемы. И в достаточно сжатый промежуток времени будет происходить. Поэтому в этом случае мы оценивали 3 показателя по трем направлениям развития грузоперевозок. Это то, что мы проговорили и много говорили об этом. Это проекты промышленного развития, экономического развития Арктики. Второй показатель — это перевод существующего флота. Что будет, если весь флот российский, действующий в арктической зоне, существующий, он будет использовать не нефтяное топливо, а будет использовать жиженый природный газ. И для этого есть хорошие предпосылки, потому что, исходя из климатической зоны, большинство судов используют уже не мазут, а дизельное топливо. То есть это проще перевод топливной системы на использование жиженного газа. И третий показатель — это транзит по Северному морскому пути. Потому что к транзитной функции Северного морского пути очень много об этом говорят, об этом пишут не только в России, а и за рубежом большое количество исследований. При том, что объемы перевозок по Северному морскому пути колеблются от 2 миллионов тонн в год до миллиардов тонн. Ну, не миллиарда, а миллиарда тонн. А миллиард тонн — это фактически уровень перевозок с опоставимым с Суэзским каналом в год. И такой транзитный поток может в условиях умягчения ледовой обстановки играть очень большую роль и на геополитической роли России, и на экономике, потому что кто будет обслуживать этот поток, кто будет поставлять топливо, кто будет обеспечивать навигационное сопровождение. Вот такие вот вещи, они... Вот это направление, оно тоже было оценено. Конечно, вот такие вот экстремальные вещи, миллиард тонн грузопотока мы убирали, убрали рассмотрение. И было рассмотрено два варианта. Тридцатый год — это 2 миллиона тонн, такой пессимистичный вариант по транзиту, и 18 миллионов тонн как наиболее вероятный. Общее количество используемого топлива превысит 5 миллионов тонн в виде... Фактически, одна линия. Да, в виде мазута, HFO. Соответственно, для СПГ это вот одна линия, Ямал-СПГ может работать исключительно на обеспечение транспортных грузопотоков в Российской Арктике. Ну, 5 миллионов тонн — это вот... То есть, мы посмотрим Российскую Арктику и прогноз 40 миллионов тонн по бункеровке — это большая. Это большая доля. Это может помочь и проектам самим, потому что не надо будет везти из Арктики, везти в теплые страны, в Китай, в Азиатский и Хрианский регион. Не надо везти этот газ, его можно продавать фактически в ближайших районах, ну, в ближайших морях. Что у вас ожидается от российского государства на этой связи? Вот, конечно, в разрезе, что будет, потому что очень много говорят о... Вот цифры, которые я вам называю, ну, 100 миллионов тонн — это такая тоже оптимистичная, ну, высшая, высшая оценка. Консенсус прогноз где-то формируется от 70 до 80 миллионов тонн, но все равно это очень много, то есть там разница, разница небольшая по грузоперевозкам в Российской Арктике без учета транзита, то есть это только внутренние проекты. И при разработке доклада мы очень тесно взаимодействовали с основными игроками на этом рынке. Прежде всего, это проект Ямал-СПГ, и вот у нас один благодарный руководителю компании Ямал-СПГ, он внимательно прочитал драфт-доклада, внес свои предложения, изменения. Мы привлекали российских экспертов в качестве рецензентов, ну, это известные люди, это руководители компании Гекон и Степанов, кто делал рецензию и рецензировал доклад. Естественно, что вот подготовив и переговорив с экспертами и с интересантами, действующими лицами при разработке этого доклада, мы достаточно уверены в том, что в первом приближении цифры, они, скорее всего, будут такие, они будут достоверными, и на них можно опираться. И, естественно, что в ближайшее время мы уже провели консультации с Министерством транспорта Российской Федерации с тем, чтобы этот доклад был изучен и доведен до сведения основных игроков на этом рынке в Российской Арктике. И мы планируем сейчас проведение и участие активного фонда Декоприроды с освещением этой проблематики на транспортной неделе, которая будет в декабре этого года, с тем, чтобы выводы доклада были изучены и были подготовлены соответствующие действия либо о использовании результатов этого доклада и разработке, может, каких-то конкретных вещей, связанных с переводом судов, с началом формирования бункеровочных центров в Российской Арктике. Потому что один центр этого, понятно, может быть связан с заводом непосредственно. Нужно, как минимум, иметь подобные центры в Мурманске. Теоретически, возможно, создание подобного... Восточная Арктика, может быть? В Архангельске. Ну, тут Восточная Арктика это хороший вариант, особенно, если посмотреть на месторождение Восточной Сибири, которое, вроде, их много, но они все замкнутые, оказалось, и сила Сибири не помогает, она помогает только там месторождением Газпрому, лишиться статуса изолированности. Потенциал там очень-очень большой в Восточной Сибири, но это разведанные месторождения, они находятся достаточно далеко от побережья, хотя, вот, если посмотреть Иркутскую область, Якутия, они все находятся в районе реки Лена. То есть, это возможность поставки СПГ в каких-то объемах к Восточную Арктику. Но это, опять же, очень-очень сильная сезонность, потому что в зимнее время это нереально. То есть, лето, да, бункировка судов по речным магистралям, это, кстати, одно из направлений, которое мы хотим дальше исследовать, это влияние вот после если бы СПГ будет использоваться для бункировки в районе Северно-Морского пути, то, безусловно, это использование СПГ в населенных пунктах для энергообеспечения объектов, которые расположены на побережье. И второе направление это использование вот этих вот рек, да, каким образом СПГ может проникать либо с Арктики, либо, наоборот, в Арктику из материковой части и обеспечивать теплом, энергией потребителей в этих районах. А знакомы ли с вашим докладом в других приарктических государствах? Вот перевод доклада на английский язык он завершается, в общем, черновик это перевод он уже сделан, потому что занимается это российское подразделение фонда дикой природы, основной доклад он делается на русском языке. На английском языке перевод в черновик он уже готов и безусловно это одно из даже сказать обязательных требований, что текст доклада будет на английском языке он будет и полным в полном варианте, то есть порядка 60 листов и будет сокращенная версия на английском в варианте около 20 листов по докладу. важно еще отметить, что в сегменте вот почему такой вопрос хороший задали, что в сегменте использования и оценки роли каждого государства в использовании импетитных топливов очень много в арктической зоне очень много неопределенности. И вот когда мы начинали работу над докладом, то иностранные эксперты говорили, что 75% выбросов от использования HFO мазута это Россия. Когда мы начали смотреть и анализировать структуру фото, то оказалось, что с 75% это стало 50%, а сейчас уже 25%. неопределенности очень много и уровень оценок он базируется зачастую на таких личностных экспертных оценках, но иногда бывает, что всем людям мы ошибаемся. Поэтому результаты доклада они будут представлены, они будут переведены. Мы еще один из выводов доклада заключается в том, что использование СПГ в Российской Арктике может создать первый транспортный коридор международного значения, где бункировка судов может осуществляться исключительно за счет жижного природного газа. Потому что это зона, где заводы все находятся на побережье и весь путь может быть полностью обеспечен. Суда могут проходить исключительно на СПГ без использования нефтяных топливов. Это принципиальное отличие от зон экологического контроля, где они географически ограничены либо водами одной страны, либо замкнутые акватории, как Балтийское море и Северное море. Александр, спасибо огромное за беседу. Если вы хотите что-то добавить, пожалуйста. спасибо спасибо вам за то, что пригласили. Я хотел бы сказать, что текст доклада, о котором мы сегодня говорили, он находится в открытом доступе. Его можно посмотреть и получить, скачать на сайте фонда Дикой природы России. И мы будем рады, если зрители программы смогут ознакомиться, дать свои предложения, пожелания, высказать мнение свое по данной работе, потому что для нас принципиально важно понимать и получать обратную связь от специалистов и экспертного сообщества для того, чтобы решить нашу общую задачу обеспечения устойчивого экологического развития нашей страны и прежде всего арктической зоны. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. до свидания. На этом мы прощаемся с вами. До новых эфиров, до новых встреч. Смотрите нас на канале Нефтянка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok